Ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров в поиске. Специалисты Центра занятости предложили жителям областного центра тематический день трудоустройства. Пригласили работодателей. Открыто 200 вакансий от 14 предприятий города, в числе которых зоопарк, гостиница Иваново, 7-я горбольница. Набирают и в МУППТ. Там нужны водители троллейбусов, электромонтеры контактных сетей, монтажники, смазчики, представители рабочих специальностей. Зарплата от 17 тысяч рублей. Официальное трудоустройство. Возраст, говорят кадровики, не препятствие для построения карьеры. Даже вот электромонтером, если он где-то даже работал в этой области, почему нет? Мы берем пенсионеров, и нет у нас такого критерия, чтобы не брать. То есть если у человека есть специальность, почему нет? И вот кондукторов, пожалуйста, женщины. Если позволять здоровье, пожалуйста. Задача таких тематических дней – показать пенсионерам, что их опыт и навыки нужны обществу и востребованы. Пригласили представителей пенсионного фонда и представителей инспекции по труду, чтобы они смогли проконсультировать пришедших граждан по вопросам их социальной защиты, по вопросам их трудоустройства, по вопросам их взаимоотношений с работодателями, и чтобы люди чувствовали себя защищенными в этом плане. С соискателями беседовали психологи, юристы, специалисты по изменению законодательства. Разъясняли новшества и советовали, как вести себя на собеседовании. Люди многие находятся в стрессовой ситуации. То есть потеря работы – это, конечно, всегда стресс. Очень много запросов наших жертв. Это тоже рабочий поселок. Помочь им выйти из таких стрессовых ситуаций. Сейчас в стрессе и предпенсионеры. В центре занятости собрались и те, кто еще работает, но подыскивает новое место в случае увольнения. По подсчетам организаторов, на ярмарку вакансии пришло больше 150 человек. Я вот там на стенде прочитала. Требуется в 36-й школу экономист по госзакупкам. У меня высшее экономическое образование. Стаж госслужбы – 18 лет. Мне, как соискателю рабочего места этого, мне бы удобнее было бы, чтобы то, что там на стенде представлено, эти вакансии, представители этих организаций присутствовали бы здесь. Чтобы на месте уточнить возможность моего трудоустройства. Соискатели могли лично задать вопрос потенциальному работодателю. Узнать условия труда и должностные обязанности. Время собеседования никто не ограничивал. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.